Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом выпуске кыргызского народа Манасия. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною, на основе варианта сказителя Манасия Савамбаева Розбакова написан пятитонный роман «Манас на кыргызском языке в прозе». Вот они, эти книги перед вами. Все эти книги я провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской республики. И в настоящее время они включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эко-саманасия. Чтобы школьникам было легче освоить эпос Манас, я также разработал для них такие две рабочие тетрадки для восьмых и одиннадцатых классов. И они решением ученого совета Академии образования также включены в школьную программу. В настоящее время я работаю на второй частью трилогии Манас эпосом Семетея. Мною закончен первый тон данного произведения, сейчас идет работа на втором тонном. Чтобы еще больше популяризировать эпос Манас, я свой пятитонный роман Манас перевел на русский язык. И оба этих варианта на кыргызском и русском языке я выставил для продажи на своем интернет-сайте эпос-телеманас.ком Кто хочет, тот может приобрести мои книги в указанном сайте. Кроме этого, чтобы еще больше распространить эпос, я вот ежедневно в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языках и рассказываю об эпосе, читая отрывки своих книг. Надо заметить, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что теперь любой житель нашей земли может познакомиться с эпосом Манас и моим романом на своем родном языке или языке наиболее понятным ему. Поэтому у меня к вам большая просьба. Сообщите об этих наших видеороликах своим родственникам, друзьям, близким, знакомым, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой вклад в дело распространения эпоса Манаса, этой сокровищницы мировой культуры, внесенной в список материального наследия ЮНЕСКО. Это все, что я хотел вам кратко сказать об эпосе. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Моля Бога в душе, Жакоб пошел навстречу всадникам. Через некоторое время четверо витерей Манаса подскакали к нам. «Радуйтесь, Отец!» Громко крикнул Базову. Письма крышица пыли. Богатырю Манасу пришел. «Алмамбет, дай нам подарок за радостную весть, Отец!» Не успел Жакоб ответить, как из дома вышла черная. «Когда Манасу исполнилось пятнадцать лет, в ночь на пятницу я увидела удивительный сон», Головано произнесла она. «Во сне рядом с Манасом ходил Олмамбет. С тех пор прошло шестнадцать лет. Все эти годы я ждала. Когда же придет этот мой сын?» Вы принесли мне хорошую весть. «Разделите вчетвером в качестве подарка за него три девятки крупного рогатого скота во главе с верблюдом». «Большое спасибо, госпожа!» Радостно ответил Базову. Помчался с товарищами на скотный двор на своей доле. С улыбкой, посмотрев на них, черды повернулись в сторону своих работников. «Приготовьте мою лошадь!» – сказала она. «Я выйду навстречу Олмамбету». Услышав радостную новость, весь народ сполошился и начал готовиться к встрече Олмамбета. Жак взял с собой шестьдесят пиловородных старейшин, черды, двенадцать почти на Байбиче, после чего все отправились в путь. Через два часа пути они встретились с Манасом и его ветерями. Пристально взглянув на них, Жак рядом с сыном увидел юношу с старской осанкой и остался доволен его видом. «Кажется, это и есть Олмамбет, которого так долго с нетерпением ждали», – подумал старик. «Олмамбет, он очень статно живет. По-моему, Олмамбет умный, добрый и щедрый человек. Даст Бог, он станет мне сыном, Манасу товарищем, добросовестно будет служить Розу». Когда Жак подошел к ним, Аджибай наклонился к Олмамбету, тихонько шепнул ему на ухо. «Богатырь, это ваш отец Жак, поздоровайтесь с ним». Волнованно, Олмамбет спрыгнул с лошади, подошел к Жаку. Старик так же шли с коня на землю. «Дорогой сыночек, с приездом тебя!» – крепко обнял китайца старик. «Бог по-настоящему осчастливил нас». Наш чувствовал, что Жак бурно разрыдался, тролевая, без радости. «Я вижу своего истинного отца», – ответил Розукованный Олмамбет, и от радости так же стал плакать. Внезапно сзади раздался голос Седовласа Чиры. «Где мой Олмамбет, которого я так долго ждала?» – звонко спросила она. «Оказывается, пришла моя матушка, а в разум с Олмамбет, услышав ее голос. На сероме находце Чиры пролехал сквозь среди старейших, подъехала к Жаку. И здесь случилось стоящее чудо. Когда она увидела Олмамбета, у нее из груди начало сочиться молоко, как уроженец. «Манас, сынок, подойди сюда!» – позвала богатыря оба обещая. «Детствие кормило тебя грудью!» «И теперь молока!» «Матушка!» «Я и мне свою грудь!» – крикнул Олмамбет, подбежал к Чиры. Весь народ рассмеялся, когда монасты начали сосать ее правую грудь, а левую – Олмамбет. «Вот чудеса!» – громко расхохотался в таком явлении. Да, тридцатилетний мужик сосет материнскую грудь. Как будто не слыша его, два богателя прилипы к грудям Чиры, как младенцы. «Вот теперь от матери меня двое, а от отца четверо довольно проявлено нас, насытившись материнским молоком». Встретив богатрея живыми и здоровыми, жарко собрал народ и отправился обратно в военную. Когда они немного проехали, их встретила бабула. Услышав новость об Олмамбете, она не стала сидеть на дороге. Бабула приготовил верблюдов, кабулиц и семь коров, приказав сыновям о быке Кубошу гнать сорок одну скотинку. В сопровождении деванадцатой женщин она отправила встречать китайского богатыря. После долгожданной встречи в море Абуке в честь прибытия Олмамбета рождал весь скот педнякам, сиротам и вдовам. Прибыв домой, монаст собрал ваш поклеменной народ и зарезал восемьдесят кабулиц. Подарив Олмамбету пятьсот быков и одну тысячу овец, он начал великий пир. Старики во главе с жахтом, сорок витязей, вошли в белый дворец Чирды, усели вокруг скатер, устал на разнообразном мясе. Олмамбета остался доволен, что его встретили с таким уважением и почетом. Слава Богу, подумал богатырь, я наконец нашел народ, который по достоинству оценит мою трубку. Зачего приятно, что как раз так радуются моему приезду, как будто к ним пришел воскресший отец. Видимо, они действительно великодушны, и добрые люди. Ради такого народа будет мало, если я буду от всей души служить им и головой копать колодец. А монастер оказался очень широким, хорошим человеком. Чтобы не останется перед ним, сохранить свое царское достоинство, как мне доказать, что я тоже потом у великих людей, глубоко задумавшись, алмамес нежности послакал на окружающих, как будто принял какое-то решение. «Как я раньше думал, надо вернуть монастеру акулу», решил китайцы. Я давно чувствую, что богатырь очень переживает из-за своего коня. «Хотя монастер не говорит об этом, по его взглядам видно, что он тоскует об акулях. Надо по-человечески ответить богатырю, который с таким уважением отнесся к чужаку вроде меня». «Когда все вокруг ненадолго умолкнули среди всего шума и гамма, Алмамбет поднялся с места. Уважаемые друзья, начну свою речь. Я очень рад, что с такими почтными встретили меня. Если позволите, я хочу высказать одно свое соображение». Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok